Так вот ты какой! Ликероводочный для женщин! Здравствуйте, мужчина! Чем могу помочь? Бутылки принимаете? В смысле? Ну, как в пивной. Ну, четыре типа сдаёшь, и тебе одну полную дают. А, нет, мы по-другому работаем. Пять! Что пять? Ну, пять сдать надо? Нет. Блин, придётся, значит, ей что-то покупать. Может быть, вы заодно и себе что-нибудь выберите? Та мне-то зачем? У меня вообще экономный вариант 20 гривен. О, пожалуйста, смотрите. Вот, морской бриз. А сегодня в честь праздника, вот, запах новой машины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а чем так воняет? Как будто кто-то навалил в новой машине у моря. Не в курсе. Да. О, да. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, три флакона женских духов. О, красавчик! Сразу на три года вперёд покупаешь. Молодца. Это, между прочим, трём любовницам. И один мужской, пожалуйста, запах. Это мужа одной из любовниц. Всё-таки лучшие друзья. А вот это что за наборчик у вас? Ой, это прекрасные кремы на основе мёртвого моря. Один набор мне, пожалуйста, для тёщи дайте. Отлично. Вы знаете, они так омолаживают. А, омолаживают? Тогда отменяйся. Повёлся на слово «мёртвое»? Да. Сколько с меня? С вас три тысячи гривен. Хорошо, замечательно. Возьмите. Скажите, а презервативы у вас есть? Презервативов нет. Пакетик давать. Пакетик. Ой, нет, ну в смысле, для духов пакетик давать? Для духов. Конечно, конечно. Хорошо. Пожалуйста. Для Светочки, для Анечки, для Наташки с мужем. Замечательно. Главное ко всем успеть теперь и всё сделать. Сдачи. Смотри, не сотрись, мужик. Да, он за сто лет эксплуатации на один микрон стирается всего. Слушайте, девушка, я... Вот чё-то вообще понять не могу. Чё у вас все духи рыбой воняют? Какой рыбой? Копчёной селёдкой. А, вы знаете, вот вы... Понюхайте эти, только возьмите в другую руку. О, эти не воняют. Да. А может быть, вы сегодня рыбу ели? Нет. Вчера. Скажите, для кого вы выбираете? Для бабы для своей. Отлично. Скажите, давно знакомы? О, 5 лет душа в душу. Ну, правда, мы 3 года назад расстались на 3 года. Это всё из-за духов. Говорит, я их выпил. Что ж там пить 20 грамм? А скажите, а сколько даме лет? Не, ну это как посмотреть. Вот когда накрашена, лет 25. Вот не накрашена, лет 35. А когда утром в бегутях, я её вообще с тёщей путаю. А, скажите, а на прошлое 8 марта, какой аромат вы ей подарили? Какой аромат? Я просто ёлку вынес и всё. Давай, давай, давай. А что ты купишь? А может всё-таки, ну как бы, я... Никаких, может всё-таки, ну как бы... Хорошо, пожалуйста, 200 упаковок по карабану и 300 живанши. Ха, вот это ты мужик перед женой накосячил. Не, это, я, понимаете, я просто единственный мужчина на швейной фабрике. Женщина, вот что ж вы так с единственным мужчиной на швейной фабрике, а? А что он нам в прошлом году по тюльпанчику только подарил? 500 тюльпанов это тоже деньги между прочим... Так ты, не это, я сама деньги считаю. Слышь, мужик, может ты просто уволишься и всё? Я пробовал, ну понимаете, я директор этой фабрики. А она главный бухгалтер, она мне зарплату платит. Ну, тут как бы... Я тебе уволюсь, я тебе уволюсь. А, вот, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Девушка, вы нам счётик скиньте, мы вам по безналечку передадим, да? Да, да, да. Ну, вот что, я могу быть свободен? Какой свободен? Сегодня праздник, корпоратив. И 500 женщин ждут любви и ласки. Пошли. Нет. Это точно сотрётся. Женщина, вот вы мне объясните, вот это 150, это объём в миллилитрах? Нет, это цена в долларах. Хираси. Лакосте. Хираси. У нас такое не представлено. Это что, Япония? Нет, это украинский бренд. Он объединяет все зарубежные бренды. Хираси. Пробник и без крышечки. 100 долларов. О, я понял. Так, а если без бутылочки, это ещё дешевле будет? В смысле? Ну, в смысле, на разлив. Тарта у меня с собой. Оп, и всё. Нет, конечно. У нас вообще-то серьёзное учреждение. Серьёзное учреждение? Если у вас серьёзное учреждение, то орешки должны быть бесплатными. Это шариковая пудра. Я прошу прощения, мужчина. А вы покупаете? Принюхиваюсь. Девушка, тогда мне дайте, пожалуйста, для моей жены крем для тела, крем для лица, крем для рук, крем для ног. И? Что и? Ну и для интересных мест. Спасибо, что подсказали. Эй, девушка, крем для век. Для каких век? Ты чё? Ты если бабу всеми этими кремами обмажешь, она ж во время секса выскользнуть может? Вы не понимаете, это для красоты. О! Для красоты я тоже люблю, когда моя красоту наводит. Особенно я люблю вот эти маски, когда у неё огурцы на глазах вот так лежат. А при чём тут огурцы? Ты чё, это вот окенная закусь. Девушка, давайте вот всё. Так куда всё? Ты вообще с женщиной живёшь или с заварным пирожным? Зря вы так. Между прочим, после этих кремов кожа становится нежной и гладкой. А? Как попка у младенца? Так у тебя что, жена, одна сплошная попка? Вот с вас две тысячи гривен. Я могу телефоном рассчитаться? Конечно. Оба-на! Так а я тоже могу телефоном рассчитаться? Вот вы своим? Нет. Блин. С наступающим вас. Слушай, а зубом? Он золотой, реально. Нельзя рассчитываться ни зубом, ни собаками. А зубом собаки? Нет, конечно. Вот чёрт! Поистине бесовской праздник, поистине бесовской. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока всем служницам подарки отыщешь, самому кочуриться можно. Здравствуйте. Батюшка, так 8 марта это ж вроде не церковный праздник. Ещё какой церковный? Это праздник всех мужчин-великомучеников. Что у вас из новой коллекции есть? Так, у нас из новой коллекции есть Живанши, Дьявол в оплоти, Дольче Габбана, Дьявол в дьяволе и новый аромат сербский Дьявол Дьяволович. А есть ли что-нибудь не такое тематическое? А, да, конечно, вот чёрная мантия и божественная страсть. Божественная страсть? Ну-ка. Это что, с феромонами? Не надо с феромонами, мы с диаконом не железные. Вот это что? Что за аромат? Вот это? Ага, это новый аромат с нотками сандалового дерева. Ну-ка, ну-ка, можно? Вот это давайте налью в кадила, пускай прихожане порадуются. Всё? Да, ну и одну божественную страсть. Гулять так гулять. А вот, пожалуйста, с вас 999 гривен. Ой, что ж так дорого. А с моей скидочкой? А, с вашей скидочкой, да, забыла. 666. Вот это уже по-божески, давайте. Так, у вас карточкой или наличными? Чёрный нал. Благодарствую. Слушайте, батюшка, батюшка, подождите. Слушайте, вот, а если я не подарю подарок на 8 марта, это большой грех? Нет. О, ну ладно, всё хорошо. Но ежели ты крепко решил не поздравлять свою женщину с 8 марта, советую тебе исповедоваться и заодно на отпевание запишись. Очереди у нас большие. Удачи. Так это, девушка, давайте срочно мне помогайте, давайте. А, ну что вам, какой аромат? Посвежее или стойкий? Стойкий такой, чтобы раз пшикнуло и 5 лет воняло. Но подешевле, да? Да. Вот это что у вас такое? А, это мыло для интимных мест. То есть, если я случайно перепутаю, и лицо этим делом умоет, а что у меня на лбу вырастет? Боже, ничего у вас там не вырастет. Вот это не надо рассказать. Я в интернете видел, так там у одного мужика... О, а тут дети, да, извини. Так, второй А. Стоим тихо. Девушка, мне, пожалуйста, лучшие ароматы из последней коллекции. О, вот, пожалуйста. Так, дети, смотрите сюда. Если ваши родители захотят поздравить вашего классного руководителя с 8 марта... Скажите, что мне нравятся вот эти духи. Запомнили? Да. Хорошо. Так, осталось 5 класс в ювелирный сводить. И 11-й Б в магазин меха. А что, выпускной класс? Пусть мне шубу дарят. Да? Да. Молодцы, пойдем. Вот, моя пацанва, когда в школу пойдет, в жизни учителям ни на что сбрасываться не буду. Скажите, вы уже определились с ароматом? Слушайте, я вот это тут нанюхался, мне теперь все духи одинаково воняют. Что такое? Возьмите кофе. Не духи, конечно, но тоже подарок неплохой. Нет, кофе нужно понюхать, чтобы возбудить обоняние. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а у вас есть духи с керамонами? Ой, да, сейчас. Простите. Ага, я смотрю тут. Вот, пожалуйста, да. Можно? Да. Ну что, хочешь меня? Нет. Что-то не работает. А сейчас? Нет. А сейчас? Я тебя хочу. Иди сюда, иди сюда ко мне. Ой, простите. Я вам женский дала, извините. Вы чего наделали? Как я в метро поеду теперь? Ого, господи. У меня претензия. Сразу претензия. Ну, посмотрите, что это. Флакончик. Это не просто флакончик. Вы посмотрите. Тут трубочка не достает до самого доныша. Полмиллиметра. Скажите, пожалуйста, как моей жене выпшикать все? Вы мне объясните. Нет, подождите. Ну, здесь же всего две капли осталось. Я думаю, вашей жене они уже не нужны. Может быть, они ей уже и не нужны. Но у меня с ней есть договор, что я куплю новые только после того, как она выпшикает старые. Так от меня что вы хотите? Вы можете эти две капли учесть в цене новых. Как вы себе это представляете? Очень просто. Я подсчитал миллилитраж. Да. Нужно вычистить цены новых 0,1%. Ничего я вычитать не буду. Мужик, это же рижская сирень. Ты что, их 30 лет назад покупал? Да. Вам хватило на 30 лет 20 миллилитров? Хватило бы и на всю жизнь. Но просто в прошлом году мы сильно шиковали. Каждую субботу целый пшик. Вы знаете, максимум, что я могу для вас сделать, это скидку 1% на новый аромат. Вот это уже разговор. Самый дешевый. Вот, пожалуйста, как вам эти? Отличный аромат. А вы куда? Мне нужно посоветоваться с женой. Давайте мы хотя бы с вами разберемся. Давайте. Давайте. Куда вы пшикаете? В рот мне пшикаете, я все на вкус воспринимаю. Ой, 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 ой. Что? Я забыл флакончик. Вы им пользовались. Нет. Ну я же вижу, нет пол капли. Нет, не пользовалась. Вы им пользовались. Покажите мне камеры видеонаблюдения. Так я не пользовалась. Люди грабят, грабят весь белый днят. Тихо, 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 мужик, тихо, спокойно. Слушай, ты хотел 0,1% за это все, да? Да. Вот я тебе даю целых 20 гривен и покупаю у тебя их. Это уже отличный гешефт, но только еще бутылочка очень красивая. Можно еще 10 гривен? На. У меня тара своя. Бери. Раритет. Спасибо вам, девушка, спасибо. Подожди, там же всего две капли. Правильно. На сегодня моей жене хватит, а завтра уже все, девятое. Блин, Вика, что такой чемодан тяжеленный-то, а? Ну я же говорила, я еду к маме. К маме? Навсегда? Навсегда? Ой, как же я буду без тебя жить-то, Викусенька? Я же с голоду умру. Хотя, с другой стороны, неплохой подарок на 8 марта. Сашка, а давай ты поедешь вместе со мной к маме? Я? Ты что? Не, не поеду. Давай в следующий раз. Ты в прошлый раз говорил в следующий раз, и в позапрошлый тоже. Ты не любишь мою маму? Я? Я люблю твою маму, ты что? Я просто хочу по ней соскучиться. Вот. Это отмазка уже была. Да? Ну, пока-то да. Все, и приедешь, набери меня обязательно, только маме трубку не давай, я ей по голосу ее хочу соскучиться. Все. Сашка, а поцеловать жену? Блин, ну ладно. Нет, ну по-другому поцеловать, я же все-таки уезжаю. Ну, ты же не навсегда уезжаешь, правильно? Сашка, ну поцелуй свою жену. А ну, целуй меня, целуй, 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 мой хорошенький. Это у меня, ты уезжаешь, ты уезжаешь. Оп. Эй. О, ааа, ты просто, Викуська, хочешь поиграть со мной, да? Давай быстренько, быстренько, у нас три минутки есть, пока поезд не поехал. Сашка, у меня сюрприз. Какой? Ты тоже едешь к маме. Ты чего, Вика? Вика, нет, ты давай, это, быстренько отцепляй меня. А чего это отцеплять? Нет, ты поедешь, 8 марта, еще и 8 марта моего папы день рождения. Это его проблемы, пускай сам мучается, давай, отцепляй меня. Я сказала, ты едешь и все. Все? Все. Я заболел. Чем это ты, интересно, заболел? У меня королотеща вирус. Значит так, такой болезни нет. Есть, есть. Саша, успокойся. Если я болею, что, успокойся. Провожающие вышли. Я провожающий, меня надо выпукнуть отсюда. Не слушайте его. Он отбывающий к маме. Вот его билетик. Послушайте, меня вот эта женщина удерживает здесь силой. Меня ваше извращение не интересует. Чай покупайте и чух-чухайте здесь на здоровье. А если после чух-чуха не захотите покурить в тамбуре, тогда еще и вафли покупайте. Нет, вы неправильно поняли. Я его прицепила, потому что он не хотел ехать к моей мамочке. Вот скотина! Девушка, если что, я его из поезда не выпущу. А если побежит, я его отхлющу мокрым постельным бельем. Понял? Можем его в собачатнике закрыть или у меня в купе до конечной. Я думаю, не стоит. Он будет хорошо себя вести, да? Я надеюсь. Блин, кого-то она мне напоминает. Орет постоянно, драться лезет. Маму твою, точно! О, тронулись. Теперь ты никуда не денешься. Как тронулись? Э, Викусь, давай срочно меня отцепляй. У нас же ж это дома. Утюг я забыл выключить. Вот, точно. Вот этот? Паяльник, которым я утюг паял там, это... А, вот этот? Пельмени я забыл выключить. Я так понимаю, вот эти? Обогреватель не выкручил я. Мне его тоже доставать? А я думаю, блин, что такой чемодан тяжеленный? Ты как? Что? Я писать хочу. А, писать? Это ты хочешь как в прошлый раз смыться через дырку? Ну что, я виноват, что у них окно не открывалось. Ну я серьезно пить хочу. Ну хорошо, давай пойду вместе с тобой. Нет, я с тобой стесняюсь. А, ну тогда проводницы попрошу. Не надо. Все, я перехотел. что ты вообще паришься? Моя мама будет рада тебя видеть. Она столько всего вкусного наготовила. Сказал, даже нальет любимому зятю. Нальет? Угу. Ну, тогда ты будешь без подарка. Чего? Ну, потому что это и был мой подарок не пить на 8 марта. Все. Быстро меня цепляй. Я вспомнил, блин, мне же начальник сказал, обязательно завтра на работу выйти, иначе уволят. А с каких это пор ты работаешь на стадионе? В каком стадионе? А я нашла твои билеты на футбол. Ага. Тихо, тихо. Нет, 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 не надо. О, остановка. Я еду, еду, еду. О, слушай, вот это, может, я пока за беляшиками смотаюсь? Хочешь, как позапрошлый раз смыться, да? Ну, я не виноват, что беляши далеко продавались. Что ты говоришь? Под пятихатками в 15 километрах от поезда? Чай, кофе. Слушайте, женщина, а яд у вас есть? Яд? Яда нет. Есть вафли просроченные. Ну, Кашка, ну неужели ты так не любишь мою маму, что готов яду выпить? Да я же не себе. Я маме твоей. Что же я с пустыми руками приеду? Я ей уже подарок купила. Я нашла твою заначку и все деньги потратила. О, быстро, быстро отцепляйте меня, вызывайте полицию, мы посадим ее за ограбление, а вас, как соучастницу, а я тебя сейчас вафельным полотенцем побрею. Где? Везде. Вика. Ну и не хочу ехать к твоей маме, не хочу, не хочу, не хочу. ну ты прям так вообще не хочешь? Не хочу. Пожалуйста. Спасибо, не за что. Все, не целуй, мы уже прощались. Понял, все, давай, пока, пока. Три, два, один. Ой, а что случилось, Саженька? А там эта женщина полотенца шэр, сегодня такой день, дамам все можно, даже сладкое. Если что, я у себя в купе. спасибо да ну чтож попутчики мои хорошие давайте знакомиться будем ехать серёга века серёжка ты что ли викуля писаренко овчаренко бережок она не влазит в душ немного подрос кстати везде может познакомишь нас с этим персонажем да это и серёжа мой одноклассник лучший парень в школе моя первая любовь кстати сашка ты же хотел свалить так вали никуда я не повалю ну ты же хотел за беляшом сбегать беги я не буду есть беляши пока тут какой-то чебурек сидит извините ради бога я не представился очень приятно сергей александр александр а чё ты так надулся то я не надулся я всегда такой как тебе с мужем повезло высокий подкачанный стройный тёща наверное без ума от него мама уже забыла как он выглядит а вот если я случайно привезу тебя она будет очень рада ты чего-то мама меня любит с чего ты взял ты сама говорила бьет значит любит она меня так дубасит кстати как поживает маргарита полна ой ты помнишь как ее зовут сашка даже не помнит наш мама очень хорошо вспоминать постоянно о тебе помнишь как она пыталась нас поженить чё ж я тогда так попал то а саша ты же хотел в туалет так иди в туалет века я могу и здесь сходить это плацкартный вагон да понятно чего поехал столицу посмотрел мороженка поел на метро покатался а сейчас едет домой к жене к трем детям и наверно боится на работу опоздать ты же ночной охранник супермаркета у меня свой бизнес детей женой не завел еду в город проведать маму боже какой мужчина маму едет проведать а чё ж на поезде едет а на машину не насобирал да устал от одиночества в этом майбахе водитель гонит по параллельной трассе а я захотел вот в поезде поностальгировать и встретил тебя вообще-то я ее первый встретил ну после тебя конечно но женился первый я сашка что ты начинаешь пойдем же проветрить тут окна нормально сифонит может тогда мы вагоне ресторане проветрить нет давайте здесь попьем чай и я услышала слово чай да пожалуйста три чая пожалуйста вам девушка и вам мужчина а мне тебе вафля так вот а что хороший расклад двое на двое а я стаканы помыла билеты проверила а в туалете нет ёршика а ты умеешь отшить если что я у себя серёжка рассказывай вообще как ты да господи ну что как всегда бизнес гоняем жиженый газ из-за океана и собираюсь открывать свою авиакомпанию а так в основном ничего остановка три минуты сергей извините остановка три минуты я на секундочку буквально простите видала 5 минут с тобой не продержался не то что я десять лет с тобой душа в душу вот кто герой настоящая это так слабаку смотри побежал папирона уже а на его месте должен был быть я понимаешь и извините что заставил ждать а вернулся прекрасной даме к 8 марта дороги дюльпаны желтые мои любимые и естественно спутнику тоже дорогу прошу пельмешки мои любимые уху 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 и ой серёжка спасибо так приятно ты знаешь я уже забыла как это получать цветы я помню твои любимые желтые Отличный ты парень, Серега. Сашка, а тебя так легко купить. Тебя тоже. Ладно, пойду, посмотрю вазу. Молодец. Слышишь, Серега? Да. Ну, если мы с тобой уже такие друзья. Скажи честно, у вас с Викой что-то в школе было? Брось ты, елки-палки. В школе были совсем сопляки. Ну, да. Вика в школе была вообще пацанка. Она и сейчас, как мужик. Ты знаешь, если честно, мне кажется, что в вашей семье самый красивый ты. Вот ты обратил внимание, на какой станции я сел? Папа-любовка. Мы папа-любовцы. Вот ты больше кем любишь быть? Стакан или подстаканник? На верхней полке или снизу? Поезд или тоннель. Вика! 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 Ну и что, мальчики, вы уже тут подружились? Ну, нет. Серёжка, а что ты себе пельмешки не взял? Да, ты знаешь, я сейчас мясо не ем. Я больше фрукты люблю, знаешь. Очень люблю бананы. Вот ты, Саша, любишь бананы. Я больше пива люблю. Сашка, пенка побежала! Быстрее в рот бери! Бери, бери, Саша, не стесняйся. Так, я это... Я вообще не пью! Бросил! Бери, не пьёшь! Да, с сегодняшнего дня не пью. Всё. И вообще, мне надо выйти, это, воздухом подышать. Саша, а ты не боишься меня с серёжкой один на один оставлять? А? А? Нет, уже не боюсь. Пока. Побежал твой. Ага. Цветы покупает. Да. На кому второй букет? Маме, конечно. Сейчас ещё тортик найдёт где-то. Может даже не сомневаться. Слушай, Серёжка, спасибо тебе огромное за помощь. Я уже так устала быть мужиком в нашей семье. Я тебя умоляю, в театре ещё не такое играть приходилось. А помнишь, я говорила, что ты артистом будешь? Вот наговорила. Да? Так ты теперь обратно домой, в Киев? Да нет, съезжу, навещу маму. К тому же тут такая дама в поезде. Мадам! Вы больше на верхней полке или снизу любите, а? Ай, Серёжка, ловела, ты вообще не изменился. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это... это... вот... на... это... Сашка, это чего? Это с 8 марта. А второй букет кому? Это второй... ой, нет, не так это... вот... Это... моей любимой маме Маргарите Павловне. О-о-оу... Векус, я вот тут так подумал. Ты знаешь, что... любовь — это прекрасное чувство. Да. Особенно, когда любишь ты, а не тебя. А я тебя люблю, да, честно, люблю. Слышь, Викусь, а где билеты? Какие билеты? Ну, на футбол. Какой футбол? Серёжа! КОНЕЦ КОНЕЦ Господа коррупционеры, взяточники, казнократы, вы катаракта. На глазу нашего народа. Вы цирроз в теле нашей Родины. Вы огромное жирное пятно на карте нашей страны. Именем государства вы приговариваетесь к расстрелу. Приговор будет приведён в исполнение незамедлительно. Прощайтесь с жизнью. Вы знаете, я как-то совсем по-другому представлял себе конец эпохи бедности. Если они с нами такое творят, представляю, что они с бедными сделают. Я не понял. Это что, нас как собак расстреляют? Нет, что вы? Собак уже не расстреливает никто. Собаками можно за газ платить теперь. Смотрите, а вас за что суда? А, да, да, там. Материальную помощь выписывал премии себе. Много? Ну, получается, по максимуму. А вас за что? За взятки. Брали, давали? Одним давал, у других брал. А, ну да. А они ему телефон прослушивали, оказывается. Э, дурья ты, башка. Надо было через телеграм общаться. Вот я все сделки только через телеграм проводил. Вижу, помогло тебе это. Коллеги, коллеги, на самом деле нам не нужно волноваться. У них ничего не выйдет. У них отцелевшие патроны. Да. Вы-то откуда знаете? Ну, вы знаете, тендер на поставку патронов моя компания выиграла. Кстати, именно поэтому я здесь. А вы что, спокойный такой? Я? Да. У меня под рубашкой бронежилет. А, вы знаете, я тендеры на бронежилеты выиграл. Поэтому стоит волноваться. Черт. Слушайте, я, конечно, за сокращение депутатов, но не таким же способом. Да какое сокращение? У меня даже паспорта украинского нет. Эй, как вас там, гражданин начальник? Я вообще гражданин Кипра. У меня кипрский паспорт. Кипра? Да? Что же вы раньше-то не сказали? Коваль, проводите гражданина другого государства. Коваль. А, когда можно было гражданство купить, нечего блажать все эти. Коваль, дорогой, почем? Я не понял. Его что, вот так вот просто отпустят и все? Нет, его утопят. По закону о перемирии на иностранцев патроны тратить нельзя. Нет, нет. Я им просто так не дамся. У меня в воротничке зашита капсула с ядом. Две минуты и все. Прощайте, мужики. Отмучился. Скажите, а я от Минздрав заказываю? Да. Ну, тогда, скорее всего, это мел. С возвращением. Да какие мы коррупционеры? Я украл-то всего один миллион. Всего миллион? Что? Я прошу прощения, господин главнокомандующий, или как вас там? Я не хотел бы, чтобы меня расстреливали с этим нищебродом. Можно мне подобрать какую-то расстрельную VIP-комнату с кальяном? Устать в строй! Черт! Он мне ребро сломал. Вот такой бронежилет. Все, время вышло. Отделение творчества! Извините, а можно попрощаться с женой? С женой? С женой можно. Спасибо. Ты куда? На Мальдивы. Она на Мальдивах. Я туда и обратно. Сострой! Слушайте, а можно я с кумом, который в МВД работает, попрощаюсь? Нельзя. А с тем, который в прокуратуре? Нельзя. Ну, а с тем хотя бы, который в ГБР? Вот с этим прощайся. Прощайте, кум. Скоро увидимся. Озеление творчества! Я извиняюсь. Подождите. Уважаемый товарищ генерал-офицер. Подскажите, пожалуйста, а вам что-нибудь говорит имя отчества Антон Валерьевич? Антон Валерьевич? Да. Говорит. Вчера у нас был. А Юрий Владимирович? Завтра будет. А Павел Иванович? А вот этого не знаю. Запишем. Запишите, запишите. Ну что, вы меня отпускаете? Я же вам уже стольких людей сдал. Стать в строй! Тогда запишите вот этого гниду. Дмитрий Леонидович. Пишите. Вообще-то я здесь. Я прошу у всех прочтения. А, Зеление, это... Это не честно! Я же воровал через сайт Прозора. Пускай меня через сайте расстреливают. Стреляй! Стреляй, если тебе один миллион долларов не нужен. Стреляй, если три миллиона тебя никак не греют. Стреляй, гнида, если пять миллионов для тебя пустой звук. Че он делает? Торгуется. Ага. Сонцеликий инквизитор. Можно вас на секунду? Скажите, может быть, вам интересна элитная квартира в центре Киева? 750 квадратов это только лоток для кошки. Ну, может, интересует. Шахта в Кривом Роге прибыльная. Интересно? Интересно. 10 тысяч гектаров конча заспеха. Ну, с этого бы надо было начинать. Прекрасно. Вот, держите. Теперь это все ваше. Отлично, можете идти. К жене? К стене. Это пригодится государству. Возвращение. Подождите, ну, почему сразу расстрел? Ну, может, хотя бы в тюрьму для начала? Нет, ну, я согласен, действительно. Ну, а почему расстрел? Почему, например, не электрический стул? Мне кажется, это гуманней. Гуманней? Вы знаете, сколько сейчас электричество стоит? Не каждый может себе позволить электрический стул. Фу, я так понимаю, газовых камер точно не будет. Отделение тут! Отставить. Да, товарищ генерал? А? Понял. Выполняю. Что, гады, везет кому-то из вас? Тот из вас, кто исполнит гимн Украины, будет свободен. Третий куплет. Отделение тут! Подождите, ну, я же такой молодой. Я здоровый, я могу работать, я могу приносить пользу своей стране. Например, ремонтировать дороги. А не надо их уже ремонтировать. Как только начали расстреливать, у нас не дороги, сплошные автобаны. Ну, тогда я могу садить деревья, кустики. Не надо. Деревья перестали вырубать. Не страна, сплошной парк. Неужели мы никак не можем быть полезны? Пригодитесь, пригодитесь. Скоро посевное удобрение нам нужны. Отделение ТОООО! Одно радует. Я же завод на течу переписал. Ее, получается, тоже расстреляют. Да, чуть не забыл. Как и в Китае, после расстрела вашим семьям придет счет за патрон. Ой, сколько там стоит один патрон? 10 миллионов. Сколько? Ну, патроны же закупали по вашим тендерам. Ну, подождите, подождите. А если они меня не сразу убьют, а только ранят, меня что, прикладами добивать будут? В таком случае вас отправят на лечение. В ногу стреляй. В ногу договоримся. В государственную больницу. В голову стреляй! В голову! Давай ближе подходи! Ближе, чтоб не промазали! Вставь в строй! Извините, опоздал, не успел переодеться. Спасибо, что подменил. Ну что, сволота, подонки, взяточники и кавтоокрады! Пришел ваш последний час! Ээээ, господин из Нафтогаза. Встаньте, в строй к вашим коллегам. Привет. Привет. Здорово. Привет. И в следующий раз не опаздывайте. В смысле в следующий раз? Он что, бессмертный? Нет, он из Нафтогаза. Две платежки, два расстрела. Антиленит! Антиленит! Че, стоите, вспоминайте третий куплен. Алло, что значит всех распустить? Распустить или отпустить? Что? Вы куда звоните? Нет, это не приют для кошек, ваше место. Отделение тут! Стойте! Стойте! Оставить хликать! Вот, пришел приказ об отмене расстрелов. Что? Отменить расстрелы. А, и, и что мне с ними теперь делать? Отпустить. Отпустить. Всем чиновникам аннулировали счета. Чизня. Конфисковали имущество. Поворуем. И сделали официальную зарплату 3200 гривен. Гривен. Сколько? Привет, есть ли? Че, стоите, стреляйте! Стреляй! Стреляй, давай! Стреляй, ну давай! РАЛИДИСМЕНТА ДИСЕЛЬШОУ